В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 10 человек из очереди в Сарове продолжается строительство социального жилого дома. Для будущих ученых и изобретателей в Центре образования прошла неделя науки. Ход королевы в Саровской дивизии прошел чемпионат по шахматам. Далее расскажем обо всем подробно. Декабрь 2022 года в клинической больнице номер 50 рассказали, что новую детскую поликлинику получится сдать только к этому сроку. Ситуация со строительством сложная. Как заявил в Рио главного врача КБ номер 50 Игорь Лошманов, деньги из бюджета получены в полном объеме. Средства находятся на счетах клинической больницы номер 50. Подрядчику платят только по факту за выполненные работы. Непосредственно стройка началась в сентябре. Вырыли котлован, залили плиту. Но уже в октябре пошло отставание от графика. Генподрядчику были выставлены штрафные санкции. То есть мы предъявили им претензии. Претензии претензиями, а стройка не идет. С 11 января уже этого года строительство прекращено полностью. Подрядчик ссылается на отсутствие оборотных средств. Также подрядчик ссылается на разницу между проектной и рабочей документацией и повышение цен на некоторые материалы. В новом году уже прошел ряд совещаний с представителями аппарата полпреда президентов ПФО. В результате составили дорожную карту с указанием новых сроков окончания работ. Ситуация находится на контроле на всех уровнях власти. Остается надеяться, что стройка начнется в ближайшее время, подчеркнул Игорь Лошманов. К другим новостям. Две однокомнатные квартиры и восемь трешек в этом году получат саровчане в новом доме по улице Зернова. Пока здание готово лишь на 80%. Свои коррективы в планы строителей внесла пандемия. Сроки сдачи дома сдвинулись с марта на конец мая. Подробности в следующем репортаже. Строительство дома на месте наркодиспансера идет уже год. Планировали сдать в марте, но из-за локдауна весной прошлого года сроки сдвинулись. Теперь закончить строительство планируют в конце мая. Сейчас дом готов на 80%. Строители утепляют здания, заливают полы, делают электропроводку, штукатурят стены. В пятиэтажном доме будет 30 квартир. 10 из них по условиям аукциона передадут администрации для обеспечения очередников жильем. Городу отойдут две однокомнатные и восемь трехкомнатных квартир по цене 34 тысячи рублей за квадратный метр. Квартиры, которые были в свободной продаже, они с черновой отделкой будут сдаваться, а городу уже с чистовой отделкой. То есть люди могут заселяться. Там будут обои, плита, пол сделан, все будет готово. Площадь трехкомнатных квартир 59-60 квадратных метров. Это норма, установленная на семью из четырех человек. Из расчета 14 квадратных метров на одного члена семьи. Этими восьми квартирами в очередь мы еще освободим двухкомнатные и однокомнатные, которые также пойдут в два вида списков. Это очередникам по договорам социального найма и частью идут в общежитие квартирного типа. И если все сложится, то к концу года наши очередники опять будут иметь приятные новости по обеспечению их жильем. Фамилии счастливых обладателей новых квартир будут известны, как только строительная компания передаст в администрацию информацию о метраже и нумерации квартир. Если не будет чрезвычайных ситуаций, то ключи владельца недвижимости получат ближе к осени. Предусмотреть в бюджете расходы на капитальный ремонт стрелкового тира ИКАР и экспертизу чаши бассейна в спортшколе ИКАР. Депутаты на очередном заседании комитетов рассмотрели корректировку главного финансового документа города. Как доложила глава Департамента финансов Любовь Маркова, доходная часть бюджета на текущий год увеличится почти на 98 миллионов рублей. В основном за счет субсидий и субвенций из Федерации региона. Эти поступления пойдут в том числе на реализацию ряда программ, например, на укрепление материально-технической базы муниципальных театров и ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. Своей поправки и корректировки депутаты смогут предложить до середины следующей недели. Танцевальная площадка парка Зернова вновь превратилась в детский каток. По выходным маленьких фигуристов от 3 до 14 лет будут ждать с 12 до 20 часов, по пятницам с 16 до 20. Вход на каток бесплатный. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В Сарове объединят МОП городское общежитие и центры ЖКХ. Как подчеркнул глава города Алексей Сафонов, будут оптимизированы управленческие ресурсы, рабочие места максимально сохранят. Объединение МОПов позволит сэкономить порядка 8 миллионов рублей. Эти средства пойдут на улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, выполнение работ по содержанию территорий. В Сарове случилось 13 ДТП, в которых 13 детей получили травмы различной степени тяжести. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей с 15 до 21 февраля ГИБДД Сарову проведет специализированное информационно-профилактическое мероприятие «Автокресло детям». В Нижегородской области сняли ряд ограничений. В театрах и кинотеатрах увеличили максимально разрешенное число зрителей с 40 до 60%. На спортивных мероприятиях количество зрителей нужно определять, исходя из вместимости трибун. Могут работать аттракционы, аквапарки и детские развлекательные центры. Разрешена конгрессно-выставочная деятельность, открыты фудкорты в торговых центрах. С 15 февраля кафе и рестораны смогут работать с 6 утра до 3 ночи. При этом везде необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Неделя науки прошла в Центре образования. Ученикам первых и вторых классов рассказали про знаменитых людей нашего города, ковавших ядерный щит страны. Провели викторины и олимпиады, познакомили с различными отраслями знаний. Подробности далее. Целый калейдоскоп мероприятий, посвященный Дню российской науки, подготовили для своих учеников сотрудники Центра образования. Эта молодая школа существует только второй год. Учатся в ней малыши первой и второй классы. И тем не менее, невзирая на столь юный возраст, ребята уже много знают. Для нашей съемочной группы, например, стало открытием увлечения Тимофея Вецеля. На этой неделе я подготовила доклад поезда и железной дороги Маглевы. Маглевы – это поезда на магнитной подушке. Мне эта тема очень понравилась, потому что она была очень интересной. Также для ребят проводили олимпиады по русскому языку и математике, различные внеурочные занятия. Придумывали театрализованные задачи ребусы. С помощью нового автогородка знакомили малышей с правилами дорожного движения. Рассказывали интересные исторические факты. Неделя науки запомнилась каждому ученику. Я узнал, что раньше было мало книг, что их могли содержать только богатые люди и те, кто ее написали. На этой неделе я научилась плавать, и у нас были две олимпиады по русскому и математике. И, конечно, не могли обойти вниманием историю советского атомного проекта. Ребятам рассказали о том, как появился объект и познакомились с именами великих ученых, ковавших ядерный щит страны. Теперь для учеников Центра образования фамилии Курчатов, Нигин, Харитон – это не просто названия улиц, на которых они живут. Я живу на улице Зернова, названный в честь Павла Михайловича Зернова. Он первый директор ФИАЦ ВНИЭФ. Под его руководством была изобретена первая атомная бомба. А еще были радиопередачи, посвященные истории праздника Дня российской науки. Выставки, Дни физкультуры, Дни литературного чтения, на которых первоклассники слушали сказы о Сарове. Следующую неделю науки планируют провести с еще большим размахом. Сержанты против офицеров, белые против черных. В Саровской дивизии прошел чемпионат по шахматам. Турнир посвятили Дню защитника Отечества и пятилетию со дня образования Федеральной службы войск Национальной гвардии. В соревнованиях приняли участие 12 команд. Победители будут представлять Саровскую дивизию на соревнованиях в Привовском округе. Подробности смотрите в следующем репортаже. Поле битвы ненастоящее, но подготовка и открытие чемпионата по шахматам Саровской дивизии прошли, как и полагается у военных, с духовым оркестром и докладом. Соревнование открыл заместитель командира дивизии полковник Бирюков. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! После приветственных слов представители спортивных организаций Сарова военнослужащие заняли свое место за шахматными досками. Командовали войсками рядовые, сержанты, прапорщики и офицеры. У каждого из них были равные силы и время, чтобы разгромить противника. В повисшей тишине лишь эхом раздавались звуки перемещаемых фигур. Секунды на размышлении, чтобы принять единственно правильное решение. Промедление грозит полным провалом и поражением армии. Игорь Клюев считает, что успех зависит от выбранной тактики игры. Умение просчитывать свои действия помогает ему и на службе. За три, за четыре шага думай сразу о том, как ты будешь оборону делать, как нападать будешь, расстраивайся от твоей планы и уже смотреть, как будет твой противник действовать и уже менять свои планы и действия. Чемпионат по шахматам посвятили Дню защитника Отечества и пятилетию со дня создания Росгвардии. Итоги соревнований подвели в личном и командном первенстве. Безрадостный монохром зимы уже сам по себе повод посетить цветочный магазин и окунуться в яркую и ароматную атмосферу весны. А романтичные праздники этот повод только усиливают. Как подобрать букет, который будет радовать долгие недели и не ошибиться с выбором? Расскажем далее. Только для особенных людей, так позиционируют владельцы, свою галерею цветов. Здесь говорят нет безликим букетам и дежурным цветам для галочки. Отказываются от массового подхода и работают с теми покупателями, для кого важно через цветы рассказать о своих чувствах и отношении. Наш магазин галереи цветов не для всех. Он только для особенных. Это для особенных покупателей, это для особенных людей, которым дарят этот букет. Если вы получили букет из галереи цветов, это говорит о том, что человек о вас очень хорошо задумался, позаботился, уважает или очень сильно любит. Он не пришел в масс-маркет и не взял первый же попавшийся букет, а пришел сюда и обговорил все детали букета. Что же делают букеты от галереи цветов такими особенными? Специалисты магазина сочетают в себе таланты флористов и психологов. Это позволяет собирать букеты с характером, которые всегда угождают тем, кто их получает. Когда люди приходят, просто описывают человека, описывают ситуацию, говорят, мне нужен букет, и мы делаем букет именно подходящий для этого человека, подходящий по внешности, по поводу. Ну, пока еще ошибок не было. Собрать такой букет не составляет труда. В галерее цветов несколько десятков видов и расцветок цветов. Рассказать о нежной любви или яркой страсти, продемонстрировать глубокое уважение или заверить в дружбе. Выразить надежду на сотрудничество или намекнуть на легкий флирт. Для каждого случая свои цветы. И флористы-психологи знают, как их подобрать. Ну, а для 14 февраля особенное предложение – цветочные сердца. На 14 именно есть хорошее предложение в виде сердца. Сердце, которое состоит из живых цветов, можно собрать из любых цветов. И главное, оно простоит три недели точно, это прям минимум. И потом, даже когда засохнет, он будет радовать глаз. Ну и вечная классика. Весенние тюльпаны и пионы, ароматные сирени-мимоза, игривые анимоны и статусные розы. Поставка цветов в галерею 3-4 раза в неделю. Это значит, что они здесь всегда свежие, и букеты из них простоят очень долго. До адресата цветы готовы доставить в любое удобное время. Галерея цветов – букеты, которые вы запомните на всю жизнь. Ленина, 22, телефон 8-903-604-78-67. Всего пара ложек меда в день укрепит ваш иммунитет и наполнит жизненной энергией. Впрочем, мед меду рознь. Полезен только натуральный, без химических усилителей вкуса и консерваторов. Найти такой можно у настоящих пчеловодов, которые собирают мед на собственных пасеках. В Сарове натуральный мед свежего урожая представлен на ярмарке в Ледовом дворце. Мед со своей пасеки – это гарантия его высокого качества. Виктор Доценко – пчеловод в четвертом поколении. Многие годы они собирают мед на просторах страны и предлагают покупателям множество его сортов. У нас более 20 сортов меда, начиная с Краснодарского края, акация, каштан и к северу Волгоградской области, клевер, черноклен и так далее. В Саров на медовый ярмарку пчеловоды привезли мед свежего урожая. Каждого покупателя они готовы проконсультировать и помочь определиться с выбором. Конечно, полезен любой мед, если он натуральный. Всего пара ложек лакомства каждый день укрепят иммунитет и наполнят жизненной энергией. Но в зависимости от потребностей можно подобрать сорт меда, который поможет скорректировать проблемы со здоровьем. У каждого сорта меда есть немножко направленность, либо что-то для сердца, либо кровообращение, либо идет для суставов, простудные липы, для простудных заболеваний, с прополисом. Мед – природный антиоксидант и помогает организму справиться с вредными микробами и бактериями. Это как нельзя актуально сейчас, в период разгула вирусов. Некоторые сорта меда, например, мед акации, считаются гипоаллергенными и подходят для детей, а также для диабетиков. Кроме того, на медовой ярмарке можно найти и продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу. Также в продаже – чайные сборы алтайских трав. На покупку трех килограммов меда действуют акционные цены. Всю выбранную продукцию пчеловоды Доценко готовы доставить вам домой. По телефону люди заказывают, также бабушки, дедушки, которые пожилые, которым сейчас проблемно куда-то ходить, либо просто по морозу неохота ходить. То есть мы производим доставочку. Заказать доставку можно по телефону 8-927-503-1447. Медовая ярмарка будет работать в Сарове с 15 до 19 февраля, включительно с 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в YouTube и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей.